СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПАТРУЛЬ КОРПОРАЦИЯ РОСНЕФТЕГАЗ Здравствуйте! Теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. В селе Гыда Тазовского района умер 8-летний мальчик. По этому факту возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Накануне утром ребенка доставили в больницу с признаками отравления. Все действия медиков не увенчались успехом. Мальчик скончался. Как оказалось, виной всему стал крепкий алкоголь. Следствием предварительно установлено, что накануне вечера несовершеннолетний, оставленный в квартире без присмотра родителей, употребил в значительном количестве водку, которую принес и оставил в легкодоступном месте его отец. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, в том числе гистологическое и химическое исследование с целью установления точных причин смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается. За сутки на дорогах округа произошло 13 аварий. В одной из них пострадал человек. Накануне утром в тундре на территории Тазовского района водитель снегохода «Ямаха» не справился с управлением и опрокинул свой транспорт. С различными травмами пассажира доставили в больницу. Куда более обширной на сайте МЧС выглядит сводка пожаров в округе за сутки. С разницей в несколько часов произошли два крупных возгорания в Надыме и Ноябрьске. В последнем городе ночью загорелся двухэтажный деревянный дом. Как стало известно, здание было расселенным, но по информации наших коллег из Ноябрьск-24, на момент ЧП там проживал один человек. Полностью дом потушили примерно за четыре часа. Задействованы были 25 спасателей. В итоге в огне сгорело более 500 квадратов здания. Горел дом и в Надыме, также расселенный. Здесь на тушение ушло около часа. В пожаре сгорело 150 квадратных метров здания. Причина обоих пожаров и ущерб устанавливаются. Снова они, ведомые на уловки мошенников, ямальцы раскошелились на сумму более 300 тысяч рублей. Уловки надо признать все те же. Потенциальным жертвам на телефон звонят лжесотрудники банка и под благовидным предлогом просят дать доступ к счету, после чего списывают деньги. На этой неделе свои средства мошенникам подарили жители Лабытнанги и Пуровского района. По обоим фактам полиция возбудила уголовные дела. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Корпорация «Роснефтегаз» приглашает за подарками и объявляет снижение цен в сети АЗС, АГЗС и на ГСМ «Оптом». Оперативный контроль качества обеспечивает передвижная независимая лаборатория «Госрегион Стандарт». Подробности об организаторе по телефону 8 800 100 ровно 99 97.